сегодня у нас температура плюс 13 градусов мы приехали на дачу всем ребята привет наконец-то мы решили выходные дни отдохнуть что-нибудь приготовить сегодня будем обязательно готовить на тандыре потому что погода непонятная на улице стоять неохота ну и так как здесь сырая была погода немножко простыли надо пропариться хорошенько тоже вы топить сауну вот давайте посмотрим вместе потому что мы только-только вот за заехали посмотрим как у нас тут обстоят дела на даче все ли у нас здесь хорошо были потому что сильные ливни и ветра и так далее все на месте до травку надо уже пора встреч на смотрите травку же высокая у вас там снегу полно до напишите в комментариях а у нас траву надо уже встречи вот какие дела все деревья голые теперь где-то до апреля месяца будем ждать пока все будет распускаться и тогда уже будет все в зелени а пока у нас вот такая вот мрачная погода но слава богу нет осадков это уже хорошо напишите комментарий как у вас там с погодой как у вас проходит зима потому что слава богу еще случае не было снегопада снега который принципе ежегодно иногда тут но выпадает поэтому это будет коллапс сразу вам скажу такие дни мы стараемся не работать потому что у нас ни у кого даже зимней резины нету так что будем надеяться что нас обойдет стороной потому что за семь лет по-моему раза три вот у нас было так вот что прям снегопад локализовал все движение все ничего не двигалась и короче было пьесно оставайтесь с нами на канале вот покажем вам как у нас проходит выходной день но сегодня и курица и мясо будет все будем делать в тандыре мы соскучились по костру до после лайнера да я уже сказал говорю так что то уже давно мы что-то не готовили вот кстати берем либо на ребрах либо шею вот отдельно даже не просто на ребрах а на тандыр именно грудинка нужно ну желательно который пожирнее и салат у нас сегодня вот такой простой на мясо так ребят смотрите у нас сейчас в доме 24 градуса тепла вот градусник у нас показывает и я хотел бы немножко затронуть тему именно отопление электрическое то есть многие делают там водяной контур отопления смотрел по видео кто-то делает там водяной контур отопления от электрического котла у нас в данном случае электрический теплый пол давайте я вам покажу как он здесь организован то есть вот здесь вот есть датчик и есть датчик еще вот вот здесь вот сам сам в собственник этого дома сделал вот так вот теплый пол и вот где-то под столом вот так вот две строчки всего лишь поставил на улице напомню сейчас 13 градусов тепла то есть дальше из вида отопления что здесь в этой маленькой комнате вообще никакого отопления нету то есть здесь этого не отапливается дальше вот в детской комнате обращайте внимание на детишек у нас здесь тоже стоит регулятор теплого пола включен на всю и греется здесь вот такой теплый плинтус он действительно тепленький нормально вот так вот по периметру сделал кстати наш надо елочку забрать будет вот дальше по коридору здесь у нас еще один теплый пол вот здесь регулятор он у нас вот в этой части и вот здесь немножечко сейчас вам покажу вот эта сторона и вот полосочка здесь дальше еще одна у нас спальная комната тоже наши здесь тоже терморегулятор стоит вот вот он включен работает теплый вот этот плинтус все и затопление в доме пожалуй наверно все кроме пойдем чуба не посмотрим санузле тоже ничего нету сейчас мы будем протапливать и вот здесь еще теплый пол регулятор по моему вот он там стоит здесь выход у нас выход где купели у нас вот здесь можно посидеть с навесиком у какие розы кстати понятие мороз покажу мариночка еще не видел смотрите какие красивые у вас некое полно да у нас розы вот то есть получается у нас из отопления всего лишь но я вам скажу что в принципе в принципе этого отопления даже для каркасного дома хватает но я хочу переделать все полы потому что мне не нравится ну вернее нам не нравится вот эта старая плитка здесь плитка тут получается у нас ламинат здесь вообще обогрева нету но так как здесь солнечная сторона тепло солнце попадает здесь но прохладно не бывает и вот этими частями так сказать сделан электрический теплый пол тоже неправильно с одной стороны но и в детской понятно тот тоже ламинат это все убирать нам так что будем скоро делать здесь тоже ремонт начнем наверное с полов потому что нужно все это разобрать мы хотим кварц винил так че у нас сауне сауне у нас принципе порядочек сейчас мы уже наверное ее включим чем-то градус показывать вот здесь душевая все тоже переделать хотим вот в эту часть перенести основной санузел который у нас там находится так включаем 3 тена будет у нас греть сейчас пойдем я вам покажу а то мы тут перетопились совсем так хорошо парилка это здоровье господа это здорово так затопили уже там дырчик тогда можно закрыть его до накидать и пойти париться на свежем воздухе хорошо да он от копоти становится белым так смотрите как мы насадили и курицу но отдельные шампуры мясо и короче решили картошка чтобы она снизу не вся упала серединку куда-нибудь воткнуть посмотрим вот эти наверняка упадут по готовности мясо их при может быть вот этот мясо придержит посмотрим в общем отдельные пару шампуров курицы и остальное мясо так ну что мы пошли накладывать красота у нас получилось сейчас еще будем выгребать оттуда оттуда надо весь уголь по традиции вытащить обязательно иначе все сгорит но чуть-чуть дальше оставляем немножечко и так давайте-ка посмотрим у нас пошла кнопочка очень много бросать до 34 оба картошечка упала одну на так смотрите какую красоту нам девочки придумали это яблочный штрудель на красота сколько много я-то думал одну только штуку все у нас уже кстати подходит мясо пара мясо снимать так чем у нас занимается илюша илюк ты чем занимаешься илюша запасается кварцвинилом который заказал себе на квартиру в которой делаем мы сейчас ремонт илюк ну чё в двух словах как тачка нормально ты привык уже что по расходу ну вместительный зато да так вот сиденье сложил на вещь как о нормально сушка корцвинил лази отлично все пойдем мы смотреть уже ребята сейчас снимает мясо на улице такая шикарная погода вот ветра даже сильного нет ни холодно хорошо вот такая вот так ну что господа где результат вот сюда давайте давайте так доставать я туда не пойду в тапочках тапочках не пойду берите все ее поднимает у девчонок там а конкретная дискуссия по поводу дизайнера и планировщика до обсуждаем пишите в комментариях хватит ли вам планировщика или вам нужен дизайнер что за красота я вижу аккуратнее аккуратнее лёша баланс держи баланс красоты вот это вообще красота что это ой мама что это ложи саша ты чё это же надо брать чем-то а вот лишь у меня всегда в кармашке есть чем взять ой мама смотри какая картошка румяная она пропиталась лишь видишь хорошо вот что я воткнул это сам середину вот а вот это да 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 только посмотрите какая красота ребят тандыр это вещь очень удобно смотрите и курочку приготовили и мясо приготовил ничего не подгорело но мы держали час дали час держали красота сейчас мы будем это все дела пущать сань как тебе тандыр здорово как тебе баня сауна придешь приглашать но он готов смотри а он слез с этой вот с этой штуки на картошка там осталось 1 а вот это вот который вот здесь вот было ну как то так сейчас мы ее достанем так ребят вот таким вот образом мы нашей дружной компании отдыхаем выходной день я надеюсь у вас тоже все классно поэтому лайк поставьте нашему семейному корпоративному видео вот хороших вам выходных дальше пока пока